Елизавета Боярская является девятой актрисой в своей семье, и ей неоднократно приходилось доказывать свою профессиональную состоятельность. Впрочем, с этим дочь-мушкетера всегда справлялась на отлично. А вот ее избранников всегда оценивал отец. У Лизы был в свое время любовный роман с Данилой Козловским, Сергеем Чунишвили и Пашей Поляковым. Но все они не пришлись по душе знаменитому мушкетеру. Хотя сама Лиза опровергает данное суждение. Причем с Данилой Козловским у Елизаветы были очень серьезные отношения. Это была ее первая любовь, и дело почти чуть не дошло до свадьбы. Сейчас Елизавета Боярская сосредоточилась на работе в театре, а на экране появляется довольно редко. Такая перемена напрямую связана с личной жизнью актрисы. Роль мамы и жены оказалась для нее куда более дороже кинокарьеры. Но почему же отец Михаил Боярский так настойчиво вмешивался, буквально под микроскопом рассматривал каждого претендента в зитья? Мы и узнаем сегодня. Родилась Елизавета Боярская в Санкт-Петербурге в 1985 году в семье знаменитых актеров, которых в данном случае можно и не представлять. Отца главного мушкетера страны Михаила Боярского знают все, ровно как и маму Ларису Лупиан, которая пусть не так много снималась, как ее муж, а больше обеспечивала надежный тыл талантливому и знаменитому супругу, но тем не менее звездная пара известна всем. Лиза, как уже говорилось ранее, является девятой по счету актрисой в актерской династии. Ведь ее родители, бабушка, дедушка и другие родственники также посвятили себя лицедейству. В семье Боярских, кроме Лизы, есть также и Сергей, брат нашей героини, на которого родители возлагали довольно большие надежды. Он дебютировал 4 года в кино, а вот Лиза больше посвящала себя хореографии и в подростковом возрасте окончила школу моделей. Она совсем не планировала стать актрисой, а родители и не настаивали. И на съемочную площадку вышло совершенно случайно. А дело было так. У них дома зазвонил телефон, Лиза сняла трубку, там спросили ее отца, а тот на тот момент находился на съемках. Тогда ей предложили сняться в кино в небольшой роли, и она неожиданно для себя согласилась. Надо заметить, что сыграв в триллере под названием «Ключи от смерти», где для нее была отведена роль юнор-наркоманки, она совсем разуверилась и решила не посвящать себя актерскому делу. В школьные годы Лиза не могла порадовать родителей отменной учебой, зато с легкостью организовывала праздничные тематические вечеринки в школе. Все-таки талант у нее был в крови, просто на тот момент она его еще не совсем раскрыла, а нацелилась на журналистику и на пиар-менеджера. И когда она проходила в старших классах подготовительные курсы в университете по пиар-менеджеру, то осознала, что эта профессия совсем не для нее. Тогда она буквально наспех подготовилась к поступлению в театральный и, главное, в тайне от родителей. Решила выбрать Российский Государственный институт сценических искусств. И если кто-то подумает, что Лиза смогла поступить только благодаря знаменитой фамилии, то стоит разочаровать. Ее как раз осаждали вопросами не 10 минут, как всех, а целый час. Но Лиза стойко выдержала испытания и стала студенткой театрального вуза. Была зачислена на курс знаменитого Льва Додина. Студентка Боярская оказалась одной из лучших на курсе и с достоинством показала себя. Она получала одна из немногих президентскую стипендию. И настал тот момент, когда она стала гордостью для своих родителей. А в 2007 году Елизавета Боярская стала дипломированной актрисой. Но уже в студенческие годы она вышла на подмостки малого драматического театра в дебютном для себя спектакле наставника Льва Додина «Король лир». Она сыграла ведущую роль, за что получила престижную театральную премию «Золотой софит». И это, надо сказать, дорогого стоит. Тем более для студентки. После окончания учебы Елизавету Боярскую приняли в труппу малого драмтеатра. Но также приглашают и в другие театры страны. А кинематографическая биография актрисы получила прорыв в 2006 году. В мелодраме Аллы Суриковой «Вы не оставите меня». До этого у нее были в основном эпизодические роли, как и у большинства начинающих актеров. Она не из числа тех счастливчиков, кто дебютирует в одной роли и в одночасье становится знаменитым и узнаваемым. А кинокартина уходит в копилку классики кино. Вовсе нет. Впервые о личной жизни Елизаветы Боярской заговорили, когда у нее случился роман в студенческие времена с Данилой Козловским. Их окрестили Ромео и Джульетта. Но отец Лизы Михаил Боярский считал по-другому. На тот момент малоизвестный Данила Козловский казался ему совсем бесперспективным взятием. Пылкий роман сошел на нет, так как для Лизы слово отца является авторитетным. Затем у Лизы был роман с Сергеем Чунишвили, но и здесь вмешался знаменитый мушкетер, которого по одной из версий не устраивала большая разница в возрасте между ними, а это целых 20 лет. А по другой Чунишвили намного менее состоятельная в материальном плане щиты боярских. Михаил Сергеевич, кстати, к слову говоря, является одним из самых богатых персон Санкт-Петербурга, в то время как Чунишвили хоть и добрался до определенных высот, но в молодости, по его же словам, бедствовал, собирал бутылки в прямом смысле этого слова. Так что и этот роман Лизы был обречен, хотя дело, как и в случае с Козловским, доходило почти до свадьбы. Но также поговаривают, что основная причина, по которой пара рассталась, Елизавета Боярская влюбилась в Константина Хабенского. Тогда они составляли тандем на съемочной площадке кинофильма «Адмирал», и по сюжету между ними была большая любовь, которая, как поговаривают, из кадра перешла за пределы съемочной площадки. Но если вспомнить период, который тогда проживал Хабенский, страшная болезнь жены, борьба за ее жизнь, то вряд ли там дело доходило до романа. В том же году Лиза очень сблизилась с новосибирским актером Павлом Поляковым. Их встречи были невероятно романтическими. Они летали за тысячи километров друг к другу главным образом Лиза. Затем стали говорить, что пара уже практически живет в гражданском браке. Но Михаил Боярский был опять не в восторге от выбора дочери и пояснял это так. «Для меня дочь – это центр вселенной, и сына я всегда знал, что что-то да получится путное, а вот насчет дочери сомневался. В школе, если она получит двойку, ну и ладно, лишь бы была здорова. Поэтому мужем должен быть тот, кто окажется более значимым, чем она. А мужики-то сейчас перевелись. Все мелочь какая-то с наркотиками и неспортивная». Вот и ответ на тот вопрос, который мы ставили в самом начале. Почему же отец пристально относился к каждому избраннику дочери? Просто он, как и любой любящий отец, хотел самого наилучшего для своей дочери. Поговаривают, ему все-таки удалось переубедить Лизу, чтобы она рассталась с Поляковым. Но также, по одной из версий, сам Поляков нашел себе другую пассию – успешную бизнес-вумен местного значения. Зато настоящий служебный роман между Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым вспыхнул во время съемок фильма под названием «Не скажу». Всего несколько дней, проведенных на съемках в Киеве, настолько сблизили актеров, что все заметили между ними искру, которая послужила началом бурного служебного романа. И хотя не всячески пытались конспирировать свои отношения, вся съемочная группа догадывалась. Вернувшись в Москву, Максим на тот момент был несвободен, сразу же собрал вещи и уехал от жены Яны на съемную квартиру, которая понятия не имела, что вдруг произошло. Потом она догадалась, что причиной их разрыва стала разлучница, но некоторое время даже не предполагала, кто она. Друзьям Матвеев сообщил, что его отношения с женой закончены. Для Яны это была настоящая трагедия, очень тяжелый период. Она впадала в депрессию, то плакала, то замыкалась в себе, и в итоге пара официально развелась. После этого Лиза Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году, а через два года у них родился первенец Андрей. Но пара долгое время жила на два города. Елизавета не хотела уезжать из родного Санкт-Петербурга, отрываться от своей семьи, ведь с родителями она оставалась и жить даже тогда, когда стала уже взрослой. Также не могла оставить любимый театр, которому отдала много лет. Родители причем подарили Лизе в качестве свадебного подарка шикарную квартиру в Питере, но и Максим не спешил уезжать из столицы, где также посвятил много лет своей жизни родному для него театру. Поэтому поползли слухи о их разводе. Малышом, как поговаривали, занимались в основном бабушка и дедушка. Но Елизавета смогла опровергнуть слухи, а через время опять заговорили об их разводе. И тогда неожиданно стало известно, что Лиза беременна, и в их семье намечается пополнение. Для любителей посплетничать такой поворот событий стал полной неожиданностью, ведь их почти уже развели и разгоняли тему о том, что Михаил Боярский прямо уговаривает дочь хоть как-то поддерживать имидж счастливой семьи. И в 2018 году у Лизы и Максима родился второй сын, которого назвали Григорий. О знаменитых и талантливых будут судачить всегда. Многие причем подогревают интерес к себе какими-то эксцентричными выходками. Но Елизавета Боярская, конечно, не из их числа. Сейчас чета Боярской и Матвеева воспитывают двоих прекрасных сыновей. Счастливы в браке, несмотря на все домыслы. А мы пожелаем прекрасной и талантливой Елизавете семейного счастья и успеха в работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова